всем привет с вами ирина и канал my diy life совсем немного времени остается уже до нового года и поэтому я думаю что очень актуальны для многих стала тема подарков сегодня я покажу вам несколько вариантов подарков на новый год своими руками смотрим я люблю дарить на новый год разные вкусняшки сегодня покажу вам как сделать своими руками новогодний чай в подарок делается он очень просто срезаем с апельсина цедру при помощи овощечистки и нарезаем небольшими кусочками после чего раскладываем на доске или листе бумаги на просушку через пару дней цедра высохнет к высушенной цедре добавляем специи 3-4 палочки корицы разбиваем в пакетике молотком или скалкой на небольшие кусочки это отличный антидепрессант поднимающий настроение а еще самый новогодний запах горсть звездочек бадьяна сделает аромат по-настоящему восточным и пряным горсть кардамона эта специя должна быть в чай обязательно можно сказать базовая для этого рецепта маленькая горсточка душистого перца добавит чаю остроты и пикантности и наконец небольшая горсточка имбиря тоже даст приятную остроту смешиваем все специи вы можете что-то убрать или наоборот добавить например гвоздику мускатный орех и так далее и наконец добавляем в смесь специй 200 граммов обычного черного чая без добавок все перемешиваем и раскладываем по пакетик этот рецепт вариации индийского чая масала или то что в кофейнях называют чай латте готовится он несколько иначе нежели обычный 3-4 чайных ложки чая заливаем двумя стаканами воды доводим до кипения добавляем 2 стакана молока сахар по вкусу и томим на слабом огне 3-4 минуты встречала рекомендации и варить полностью на молоке молоко скрадывает горчинку от специй и делает чай более мягким и обволакивающим сахар кладем по вкусу но добавлять его нужно обязательно хотя бы немного для заварки по чайной ложке на каждый стакан жидкости потому что сахар помогает специями и чаю лучше раскрыть вкус и придает чаю карамельные нотки вкуснее с тростниковым сахаром но можно взять и обычный специи конечно же можно варьировать обязательный набор это корица кардамон и имбирь в оригинальный чай масала кладут еще гвоздику но я их не люблю поэтому не добавляю ну и апельсиновая цедра это тоже уже моя от себя тина мне кажется она прекрасно сочетается с остальными специями забыла уточнить вам нужны обязательно именно целые они молотые специи потому что если положить в чай молотые то готовый напиток получится мутный и будет неприятно хрустеть на зубах да и пропорции будут тогда совсем другие дарить самодельный чай конечно лучше в красивой коробочке и я покажу как сделать симпатичные коробочки в форме домика перебрала огромное количество картинок таких коробочек в пинтересте выбрала самую на мой взгляд интересную и не сложную коробочку правда готовой выкройки не нашла пришлось мудрить самой по фото ну а вам будет уже проще потому что шаблоны коробочек я как обычно оставлю в описании под видео для коробочек вам потребуется плотная бумага или картон я купила в художественном магазине большой лист плотного картона на выбор был черный и белый и я решила взять черный выкройку я обводила маркером для окон купленном фикс прайсе кстати оказалась отличная штука для такой работы если найдете очень рекомендую он проявляется не сразу а белеет по мере высыхания на камере это просто волшебно смотрится но вернемся к нашим баранам то есть домик домик состоит из четырех деталей две одинаковых половинки дома и две половинки крыши можно вырезать и ножницами но ровнее и аккуратнее будет канцелярским ножом по линейке я сделала два варианта домика поменьше и побольше после того как все вырезали берем толстую иголку или ручку которая не пишет и по линейке проходим ей все линии сгиба эта операция называется беговкой и нужно для того чтобы сгиб получился ровный и аккуратный если картон плотный лучше прочертить линии сгиба и с лица и с изнанки иначе картон может просто начать ломаться когда вы будете гнуть деталь детали домика можно заранее разрисовать я нарисовал елочные шарики и звездочки через трафарет если умеете рисовать можно очень красиво расписать черный картон рисунками в стиле грифельной доски написать красивые надписи и пожелания но моих художественных способностей к сожалению хватает максимум на снежинке кстати вместо белого маркера вполне можно взять акриловую краску или контур сборка очень простая и надеюсь что интуитивно понятно склеиваем две детали домика я клеила на горячий клей для скорости и затем приклеиваем к домику крышу можно приклеивать каждую половинку отдельно но удобнее крышу тоже склеить целиком и потом уже ставить на домик большой домик я разрисовывал уже после сборки можно делать и так и эдак особенной разницы как оказалось нет класть содержимое в домик нужно через дно там специально предусмотрены два ушка которые нужно зацепить друг за друга закрывая коробочку наш вкусный подарок готов такие домики можно наполнить не только чаем я специально сделала вариант большого домика чтобы помимо чая туда поместились например конфеты шоколадка баночка вкусного меда или варенье готовится такой чай очень быстро особенно если не добавлять апельсиновую цедру буквально 15 минут на измельчение специи и расфасовку и готово и при этом это действительно очень вкусно ну а домики коробочки придадут подарку нотку индивидуальности и сохранят немного тепла ваших рук второй вид подарков которые я часто делаю на новый год это елочные игрушки я показала в этом году очень много разных вариантов их безусловно можно использовать как идею подарка но сегодня я хочу показать простой но эффектный вариант елочных шаров в технике кими коми у меня тоже было отдельное видео в прошлом году где я уже показывал эту технику но мне захотелось к ней вернуться потому что делать шары в этой технике очень быстро и просто а результат невероятно эффектный мне попался в магазине ткани очень красивый шелковый бархат голубого и синего цвета я купила узенькие отрезы по 10 сантиметров того и другого и решила сделать набор шаров с изображением луны солнце и звезд в облаках рисунки я стащила с немецких елочных игрушек оставлю вам ссылочку на эскизы в описании итак пока я тут болтаю я нарисовала рисунки ручкой на шарах просто срисовывала с листа бумаги но можно и попробовать перевести через копирку с одной стороны у меня рисунок а другой бок шаров я просто заполняла хаотично нарисованными облачками солнышко я обводила циркулем прямо на шаре чтобы получился ровный кружочек после того как рисунок готов берем острый ножик можно макетный как у меня или канцелярский и прорезаем контур рисунка на 3-4 миллиметра в глубину все очень на глаз конечно сильно глубоко не прорезайте нам просто нужен желобок куда потом упихнется край ткани я начала с шара с рисунком звезд звезды я изображала очень схематично чтобы детали рисунка не были слишком уж мелкими с ними сложно будет работать тем более что моя золотая парча сильно сыпучая и не слишком подходит для этой техники край легко лохматится если есть возможность лучше не берите такие сильно сыпучие ткани с ними сложнее работать в технике кими коми и так намазываем нужный участок рисунка обычным клеевым карандашом и накладываем ткань чтобы по краям участка было достаточно ткани на припуск 2-3 миллиметра берем любой достаточно острый предмет с закрубленным кончиком мне удобнее всего это делать вязальной спицей но можно и тупой стороной большой иголки и вминаем ткань в прорезь по контуру участка обрезаем ножницами по вмятому контуру оставляя припуск 2-3 миллиметра и окончательно упихиваем ткань в прорезь чтобы наружу не торчал обрезанный край так заполняем золотой парчой все звездочки я их тоже нарисовала несколько по поверхности шара помимо основного мотива облака на шаре со звездами я делала голубым бархатом кстати советую рисовать облачка прям мультяшный чтобы форма четко читалась я старалась делать скругленные и мне кажется получилось больше как абстрактное сочетание голубого и синего и наконец в последнюю очередь заполняем фон тут есть нюанс я заранее не прорисовывала деление фона на участке прорезала уже по месту здесь важно соединять самые выступающие места на рисунке например лучик звезды и выступающую часть облачка чтобы участки фона не умели утопленных них мотивов и будет сложно обойти лунный шар делаем по такому же принципу самая луна золотая облачка голубые афон синий вот здесь уже форма луны вполне ясно читается хотя опять же во второй раз я сделала бы облака более фигуристыми в процессе работы иногда бывает что при заталкивании ткани вы сдвигаете немножко соседний участок особенно если ткань сыпучая как у меня парча в паре мест пока делала облачка задела парчу и в этом месте ткань разъехалась и стала видна основу и торчащие нитки в таких местах нужно попробовать аккуратно подвинуть ткань на место и заложить в прорезь как надо либо если край разлохматился и аккуратно сделать не получается иногда приходится вынимать поврежденный кусочек и заменять на новый основной фон у лунного шара заполняем синим бархатом все как и у первого со звездочками я пробовала кстати прорисовывать фон сначала просто разделяя шар на четыре дольки но с детальным рисунком это оказалось неудобно если рисунок вам покажется слишком сложным можно его сделать с минимумом деталей сохранив общую идею то есть нарисовать например луну и одно облако а остальное шар заполнить фоновой ткани будет более лаконично быстрее делать и проще заполнять фон но думаю получится тоже очень красиво наконец третий шар с солнышком солнце я тоже делала золотой парчой с ним пришлось немножко повозиться так как много лучиков а парча как я уже говорила сложная в работе но зато солнышко получилось очень нарядное кстати хочу предложить идею где взять блестящую ткань для такого проекта в леонардо видела в продаже широкие парчовые ленты на метраж бывают золотые и серебряные они отлично подойдут для такого рисунка и небольшого кусочка вам хватит на все шары солнечный шар я заполняла не так как предыдущий луна и звезды бывают ночью а солнце днем и поэтому я поменяла местами цвета бархат облака сделала синими точками а фон шары нежно-голубым фон у этого шара получился из множества узких долек поскольку нужно было делить фон по кончикам лучей шары я решила украсить маленькими бубенчиками нанизала по два бубенчика на тонкую ленточку завязала бантик и насадила бантик на небольшой пин можно взять булавку для верности дополнительно подклеила горячим клеем и на макушке шаров сделала петельки с бантами и также воткнула пин и подклеила остается положить шары в красивую коробочку я честно говоря очень осторожно отношусь к подаркам своими руками всегда есть некоторая вероятность что человек воспримет это как жалко было денег на нормальный подарок вот и подарили самоделку но такой набор шаров это как раз тот случай когда подарок выглядит не как самоделка а как дорогая ручная работа его не стыдно подарить даже очень обеспеченному человеку у которого все есть и которого сложно удивить при том что работа на такой комплект от силы на один вечер и материалов нужно минимум в дело пойдут даже крохотные лоскутки и расход ткани в целом очень небольшой при этом подарок получается достаточно нейтральный его можно подарить как любимой подруги так и например начальнику на работе ну а если ваш одаряемый не ставит елку и шары ему точно не пригодятся можно подарить ему красивую композицию со свечами для новогоднего стола в качестве основа я использовала пенополистирол он продается в строительном магазине у меня лист 30 миллиметров толщиной он стоит порядка 100 рублей обводим шаблон звезды на полистироле и вырезаем канцелярским ножом я рисовала звезду под размер моих свечей чтобы они поместились на ней шаблон я оставлю в описании но либо можете найти в интернете как нарисовать ровную звезду нужен только циркуль и линейка вырезанную звезду закрашиваем в любой темный цвет серый либо коричневый я грунтовала темно-серым акрил красить нужно со всех сторон и торцы и изнанку задекорировать звезду я решила щепой для копчения мне очень нравится этот материал уже не раз использовала ее в своих работах я выбрала достаточно крупные щепочки можно взять взамен щепок палочки винные пробки смотря что найдете обклеиваем крупными щепочками торцы звезды устанавливая щепочки вровень с краем полистирола кстати сейчас звезда лежит будущим лицом вниз выберите для изнанки более аккуратную сторону звезды так как там полистирол будет виден если перевернуть я клеила на горячий клей мне кстати под прошлыми видео кто-то жаловался что термопистолет проплавляет сильно полистирол просто не разогревайте пистолет на максимум немножко разогрели выключили стал плохо клеить опять включили после того как торцы готовы переворачиваем звезду на лицевую сторону щепочки у меня были коротковаты и не везде доходили до верхнего края поэтому я приклеила второй ряд щепочек стараясь чтобы они шли вплотную к первым если где-то получаются просветы просто доклейте сверху еще одну щепочку чтобы все аккуратно спрятать у вас получится такой невысокий заборчик из щепок по краям если щепочки достаточно длинные то можно обойтись и одним рядом после того как заборчик готов ставим на звезду свечи я купила три свечи разного размера в леруа мерлен они там совсем недорогие и вокруг каждой свечки делаем свой собственный заборчик кстати красиво будет и с невысокими свечками сделать такую звезду они будут словно утоплены в щепочки теперь заполняем все пространство между свечками и внешним заборчиком вертикально стоящими щепочка здесь уже можно брать совсем коротенький получается очень красиво интересная фактура украсить звезду из щепочек можно по вашему вкусу я решила добавить красные ягодки я так уже делала с елочными игрушками из природных материалов получился подсвечник в популярном сейчас эко стиле достаточно минималистичный он очень украсит центр праздничного стола но при этом не только на зимние праздники он подойдет я намеренно не стал добавлять в композицию еловые веточки и прочие атрибуты нового года чтобы подсвечник можно было использовать по прямому назначению вне зависимости от времени года и несмотря на свою внешнюю внушительность обошелся мне совсем недорого а если вы делаете свечи своими руками то это может быть прекрасным вариантом красиво их подарить ну что же вот такие варианты подарков на новый год у меня получились кстати хочу вас попросить напишите мне в комментариях внизу под видео свои варианты подарков своими руками я уверена что кто-то придумал что-то интересненькое то что мне не пришло в голову поскольку для меня тема подарков как и для всех очень актуальна друзей много родных много и близких и всем нужно что-то подарить и хочется чтобы подарки были действительно хорошие и достойные если вам понравилось это видео так как обычно не забывайте про большие пальчики вверх а также подписывайтесь на мой канал если вдруг вы все еще не подписаны на сегодня все всем пока